КОНЕЦ 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 Мы как летчики, как летчики крылатые, хоть и не летаем в небесах. Мы ракетчики, ракетчики-солдаты, мы стоим при небе на часах. Тверд же шаг, слушай, враг, страшись ответа грозного нам по велению страны. Ключи от неба вручены, Ключи от неба звездного. Мирным людям мы в обед не угрожали, А кто летит днем наверняка, Наши матери прощаясь наказали. Берегите небо от врага. Тверд же шаг, слушай, враг, Страшись ответа грозного нам по велению страны. Ключи от неба вручены, Ключи от неба звездного. По орбите вчит любимая планета, В голубом и розовом цвету Наша меткая и умная ракета Бережет земную красоту. Мотор забарахлил. Почему ты всегда на этом самом месте? Заколдованная, наверное. А может, тут какие-нибудь лучи действуют, а? Может быть. Научный центр рядом, не так ли, лейтенант Кириллов? Так? Так точно, товарищ капитан. Да. Да. Разрешите отлучиться? Разрешите и мне отлучиться. Только по ракетному? Есть. Мы ознакомились с функцией печени воиспроизведенной на этом макете. А сейчас вы сможете поисследовать Посредством пальпаций Печень человека постоянно и длительно употребляющего спиртные напитки. Одним словом, алкоголик. Простите, милейший, за откровенность, но это необходимо для науки. Чтобы лучше распознать отклонение от нормы, мы тут же будем сравнивать Печень Этого достопочтенного друга науки с печенью здорового человека. Молодой человек. Молодой человек. Я замещаю. Вы уже не первый раз опаздываете на лекцию. Вы, подойдите, подойдите. Вот мы вас за это и накажем. Виноват, товарищ полковник. Профессор. Это больше не повторится. Постойте. Еще в армии служили, а? Тем более опаздывать не полагается. Раздевайтесь, ложитесь. Товарищ Плаксина, начинайте исследовать. Товарищ Петренко, прошу вас. Они виноваты, иначе не могут. Я пришел, чтобы сказать вам... Молчите! Сказать надо было в воскресенье, когда я вас прождала целых полчаса. Анечка, я дежурил. А Вася Фивень дежурил под окнами нашего общежития. И получил за это двое суток ареста за самоволку. А вы побоялись? Ну, знаете, Аня... Лежите! Вы ставите меня в глупое положение, все уже смеются. Долго это будет продолжаться? Всегда. И в последний раз. Не понимаю. У нас сегодня выпускной вечер, завтра утром я уезжаю в часть, так что... Уже? Что там за очередь к печени? Анечка, вы придете к нам на вечер. Я люблю вас. Вы прощаетесь сегодня с родным училищем и отправляетесь в войска для несения ответственной вахты по охране неба нашей Родины. В училище вы познали не только тайны сложной техники, но и получили навыки воспитания и обучения солдат. А душа солдата более тонка и сложна, чем электронные приборы. Будьте всегда внимательны и чутки к ней. Родина вручает вам ключи от человеческих душ и ключи от неба с верой и надеждой. На ваших погонах сегодня засветились лейтенантские звезды, символ воинской власти и ответственности перед Родиной. Поздравляю вас с вступлением в дружную семью офицеров советской армии. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить... Эй! Привет, Синечка! Привет! Слушай, ты где пропадаешь, а тебя два часа жду. Подожди, Синечка, до завтра! Да! Как-как? А так! Я в военное училище тороплюсь! Как? Так ты же обещала со мной рыбачить! Меня ведь пригласили на приз! Понятно! Погоны, лейтенанты... И капитаны! Понятно! Все вы, женщины, к военным льнете! Ну так и что же! Моя сестра вышла замуж за военного! Может, я счастливого, клёвого Синечка! Погоны, лейтенанты... Эй, Рыбачок! Привет! Лодка нужна! Всем лодка нужна! Так мне лилии до зарезу нужны! Всем лилии нужны! Меня девушка ждет! Всех девушке ждут! Так я ее на минуту оставил! Все оставляют! Ну ты же куркуль! Все курку... Слушай, лейтенант! Проходи, не пугай мне рыбу! Не только распугаю! Я ее так шугану, что ты Ерша дохлого не поймаешь! Да-да-да! Лейтенант, плыви стороной! Я здесь место подкормил! Слышишь? Все место подкормили! Леску осторожно! Осторожнь! Транзистор! Эй, паренек! Я ведь ненарочно! Так это же моя лучшая конструкция была! Ну подожди, подожди! Подожди! Ну как, клюет? Сейчас клюнет! Давай-давай! Эй, рыбачок! Я таких шуток не люблю! Все не любят таких шуток! А ну положи сейчас же... Простите! Вы лейтенанты ищите? Хотя бы! Посмотрите вот там, за кустиками! Вон вам букет из лилии плетела! Правее, правее! Да-да-да, направо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да нет, не может быть это, успокоиться. Я сама видела, пойдёмте. Ну, идём, идём, успокойся, не плачь. Эй, лейтенант, вещи твои там, по тропинке, на пенёчке. Я тебе сейчас тропинку на дно покажу. КОНЕЦ Мы, как лётчики, как лётчики крылатые, Хоть и не летаем в небеса. Мы, ракетчики, ракетчики-солдаты, Мы стоим при небе на часах. Держи шар, слушай, раб, Спрашивайся ответа Грозного. Покажите новичкам работу всего комплекса. Объяснять просто, последовательно, легко, Чтобы у них не возникло робости перед ракетами И сложностью аппаратуры. Для наглядности дайте тревогу. Кто век не угрожали, А кто лезет, бьём наверняка. Наши матери, прощаясь, наказали. Берегите небо от врага. Первый шаг, слушай, враг. Спрашивайся ответа Грозного. Нам по велению страны, Включи ответа. А певец-то хорош. Товарищ полковник, как раз страдаем без вокального таланта. Лейтенанту Кириллу самому приходится быть запевалой. Так точно. Разрешите дать заявку на певца? В голубом и розовом цвету Наша меткая и умная ракета Бережат земную красоту. Твердый шаг, слушай, враг. Страшивайся ответа Грозного. Верно. Группа стоит. Направо. Товарищ полковник, пополнение прибыло. Здравствуйте, товарищи солдаты. Здравствуйте, товарищи солдаты. По местам. А что случилось? Тревога? Где-то далеко появился вражеский самолет. Можете не трудиться, не увидите. А вот потрудитесь застегнуть пуговицу. Самолет находится за много сотен километров. Посты сообщили, что он движется в направлении охраняемого нами объекта. А это наши глаза. Локатор. Он увидит цель на большом расстоянии. Локатор посылает импульсы высокочастотных электромагнитных колебаний. С быстротой света они летят к цели, отражаются от нее и возвращаются к локатору, чтобы сообщить, как высоко, далеко и с какой скоростью движется цель. Поправьте, пожалуйста, пилотку. Сообщение импульсов расшифровывается в этих кабинах с электронно-магнитной аппаратурой. Здесь мозг всего ракетного комплекса. Перед вами ракета «Земля-воздух», предназначенная для поражения любой воздушной цели, летящей с любой скорости и на любой высоте. Начинена она не кашей, а снабжена двигателем, умнейшим радиолокационным устройством и зарядом, уже проверенным. Людей у ракет нет. Пуски наведения осуществляются из кабины. Простите, скажите, а как попасть служить туда, в кабины? Надо приглянуться лейтенанту Кириллову. Как это приглянуться? Как? Показать техническую грамотность, сообразительность, спортивность. Он это любит. Лейтенант сам. Это экран локатора. Любая цель найдет отражение на нем. Даже журавль, летящий в этих облаках, ночью в бурю на любой высоте. Я определяю координаты цели и передаю их офицеру на видение. Знакомьтесь, лейтенант Кириллов. Лейтенант Кириллов. Делается это очень просто. По координатам, данным мне, я разворачиваю свою антенну и уточняю цель. Перед вами цель. Сейчас она, конечно, учебная. Мои помощники, операторы, неотступно следят за ней, беря ее в перекресте как бы на мушку. Цель сопровождается автоматически АС или вручную РС. Я веду цель, удерживая ее на перекресте и в нужный момент произвожу пуск ракеты при помощи вот этой кнопки. Мать честная! Здесь сплошная кибернетика. Полысеть можно. Так ведь они не полысели. Они, наверное, академики. И вы будете такими академиками. Замените их. Радиотехникой у вас никто не увлекался? Я. Я с ней на ты. Вот приемничек с системой СЛ или Семен Лагода. Это что, фамилия ваша? Да, Лагода Семен Иванович. Молодец, Семен Иванович. Вы уже почти академик. Перевести на АС. А приемничек выключите. Здесь не филармония. Сын, механика заел. Не крути. Антенну, антенну, антенну спрячь. Не насилуйте. Поломаете вещь тонкая. Перехожу на автоматическое сопровождение. Перейти на АС. Есть АС. Есть АС. Сейчас аппаратура электронная. Сама следит за целью. И ведет за ней ракеты. Посмотрите, как они повинуются. Упала ночь. Дверь тихо отворилась. Услышал я шелест одежды. И вот пошла она. Ты на грудь мне упала. О, сладкие воспоминания. О, где была... Когда самолет войдет в зону, я по сигналу с командного пункта пущу ракету, и она неотвратимо уничтожит цель. Вообразите. Летит ракета. В полете она излучает радиоимпульсы, сообщая на землю свои координаты. Станция наведения импульсами своего локатора корректирует ее движение. Ракета также излучает импульсы и в направлении цели, контролируя расстояние до нее и выбирая момент для точного поражения цели. Видите, как все это просто. Рядовая лагеря, приглушите приемочку. Хотя бы на свою платочку. Семен Лагода. Отбой. Отбой. Сеанс окончен. Ну, где здесь автор С.Л. Семен Лагода? Я. А запевала где? Семен, тебя спрашивают. Я запевала. Молодец. Конструктор и певец. Кажется, вам повезло, лейтенант Кириллов. Благодарю, товарищ майор. Рядовая лагода. Я. Что это с вами? На нервной почве. Вы мне кого-то напоминаете? Так точно. Меня часто путают с одним киноартистом. Малоизвестным. Мой час настал, да. И должен я погибнуть. И должен я погибнуть. Хоть никогда я так не жаждал жизни. Отставить ущербное пение. Отбой. Сеня, ты чего так мило перед начальством позировал? А, это у меня нервный тик. А почему в столовой у тебя этот тик проходит? В столовой? В столовой нервы обедают. Успи. Ай. 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 Стопай, стопай. Это не я. Полинка! Стопай, стопай. Стопай, 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 стопай. Вперед! Вперед! Снаряду! Повторить. Вперед! Вперед! Отставить смех! Рядовой Лагода, вы что, в школе спортом не занимались? Занимался, но у нашего коня ноги были короче. Да. Подойдите к перекладине. Подтянитесь на руках, сколько можете. Опять дурака валяете? Никак нет, дэч лейтенант, не способен к спорту. Ничего, научим. Становитесь в строй. Рядовым лагодой займитесь индивидуально. Закончить занятие. Ведите взвод в класс. Есть. Наш брат, наш брат-солдат, Жизнь не уронит свою. Трудными маршами юности Маршалы тоже ходили, знаю. Удалим! Товарищ лейтенант, приборы и схемы для занятий по радиотехнике готовы. Вы свободны. Товарищи, до начала занятия осталось пять минут. Можно покурить. Рядовой лагерь, останьтесь. Скажите, что все это значит? Понимаете, я при людях стесняюсь. Вот и решил один попробовать. Ого, какой стеснительный. Это хорошо. Подойдите сюда. Запомните расположение этих рычажков, тумблеров. Запомнили? Да. Отвернитесь. А сейчас поставьте тумблеры в первоначальное положение. Готово. Плохо дело. Не получится, извиня, оператор, товарищ лейтенант. Жалко. Жалко расставаться с вами рядовой лагеды. А почему жалко? С радиотехникой вы на «ты» и Запиваловой отличный. Что, только поэтому? Ну, а почему ж? Товарищ лейтенант, решите еще попробовать. Может, у меня и не так плохо с памятью. Попробуйте. Готово. Так стояло. Так. Он званья небольшого, рядового простого, воин, воин молодой, верно служит, крепко дружит, и в общем парень боевой, и в общем парень боевой. Наш врат, наш врат солдат, в честь не уронит свою, трудными маршалами в юности маршалы тоже ходили в строю. Медалей не имеет, но врага бить сумеет, воин, воин молодой, про такого рядового самка-бангир споет с тобой, самка-бангир споет с тобой. Вы знаете, я как будто видел где-то такой приемничек в мыльнице. Вы знаете, сейчас многие делают такие корпуса. Моя схема, она по всему свету прошла. Заимствую. Возможно. У вас случайно получилась очень интересная схема, но ее можно улучшить. Если вы разрешите, я возьму домой, покопаю, покажу офицерам. У вас определенно талант к радиоэлектронике. Вам нужно идти по этой линии. Сначала в техническое училище, затем в академию. Будем держать такой курс? Спасибо, буду стараться. Ну вот, товарищи ознакомились с вашим С.Л. и подтверждают, у вас золотые руки. Ну а голова? Это мы узнаем. Рядовой Мигуль, как мы оценим голову оператора Лагоды? На уровне ракетной техники. Эй, голова, паяльник нужен. Подай, пожалуйста. Всем паяльник нужен. Мне сопротивление подпаять надо. Всем сопротивление подпаять надо. Да будь ты человеком. Все человеки. Я же не могу встать. Все встать не могут. Всем лодка нужна. Всем лилии нужны. Рыбачок. Рядовой Лагода. Слушаю вас. Вы... Может, есть замечание? Нет замечаний. Слушаю вас. Можете быть свободны. Есть. Решите идти? Идите. Есть. Стойте. Да. Идите. Есть. Идите. Идите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Топ! Наверное, я в военной форме так изменился и посолиднил потрясающе, что он меня не узнает до сих пор. И я у него первый оператор, изобретатель и певец Каруза. Заметка и фото говорит о многом. Вот хвостун. Он мировой мужик, и меня совесть мучает за тот случай, а, признаться, боюсь, будет такое короткое замыкание. Как ты советуешь, не отпустить ли мне усы, чтобы уж вовсе не думать, что узнает? Я ему выщиплю. Анна Петровна! Анна Петровна! Кириллов Есения у меня в руках! У нас вам понравится здоровый климат, здоровые люди. Ну, что еще врачу надо? Чтобы эти здоровые не болели. А теперь это целиком будет зависеть только от вас. От меня. Ну что ж, я постараюсь. А вот они, ваши пациенты. Спасибо, товарищ полковник. Все ваше хозяйство. Казармы. И вам, как врачу, положено осматривать их. Будет исполнено, товарищ полковник. А где живут офицеры? А вон там семейные, а здесь холостяки. О, нам повезло. Бывший холостяк переходит в семейный дом. Новые чета. Благодарю, ребята! Здравия желаю. Желаю вам счастья. Спасибо. Ни пуха, ни пера. Спасибо, спасибо. Нашего полку прибыло. Наконец-то собрались. Стать женой ракетчика, это обреть себя на тревожную жизнь. Ракетчики и в мирное время на войне. Тревога за тревогой. И никто не знает, учебная она или боевая. Иногда прямо со свази выскакиваем на огневые. И врачи выскакивают во первом зову. И пожарные. Хорошо поют. Какой голос? Это наш знаменитый запевало. Вот, свирно, равнение налево. Вольно. Тревога, вечером в клубе. По сигналу тревоги у нас все бегут. Давайте, генерал. Здравствуйте, Александр Ильич. Последний поверг перед боевыми стрельбами. Знакомьтесь. Лейтенант Филин. Штурман эскадрильи радиоуправляемых мишеней. Очень приятно. Эскадрилья придается вам на время боевых стрельб. Разрешите действовать? Действуйте. Доложите обстановку. В воздухе цель 3784. Квадрат 283. Высота 25. Доложите готовность. Боев к бою готов. Цель движется к курсу на охраняемый объект. Кто офицер на ведение на маяке? Лейтенант Кириллов. Зрелый ракетчик? Да, романтик. Ну вот, завтра с него и начнем. Маяку будет на полигоне. Есть. Разрешите, товарищ генерал? Пожалуйста. Простите, Кириллова Иваном зовут? Да, Иван Васильевич, а что? Так мы с ним однокашники по училищу. Ну вот, хорошо. Посмотрим, чем окончится поединок однокашников в небе. Внимание. Огонь. Выключить аппаратуру. Есть, выключить аппаратуру. Внимание по станции, выключить аппаратуру. Аппаратура выключена. Аппаратура выключена. Аппаратура выключена. Лейтенант Кириллов, проверьте шкаф управления. Есть. Товарищ лейтенант, решите помочь вам? Это 8-й блок, там барахлит сопротивление. Дайте схему. Только зачем схему, я ее с закрытыми глазами знаю. Включить. Аппаратура выключена. Порядок. Так, так, так. Порядок. Порядок. Товарищ лейтенант, решите, я сам исправлю. Помажьте палец зеленкой и можете быть свободны. Так вы же в клуб опоздаете. Исполняйте. Какое будет взыскание? Вам приказано, идите. Рядовой Мигуль, дайте паяльник. Есть. Сеня, ты не переживай. Исправим. Ничего ты не понимаешь. Там лейтенанта девушка ждет в клубе. А я поперек дороги. Опять. Как опять? Ничего ты не знаешь. Вася! О, братцы! Идите, идите. Извините, одну минуту. Здравия желаю. Здрасте. Что? Узнаете меня? Конечно. Вот вы узнали о лейтенант до сих пор. Ну, вы теперь с лейтенантом знаменитости. На первой странице фотографии. Так значит, лейтенант задерживается. Решите до его прихода развлечь вас? Развлекайте. А как это из-за вас лейтенант задержался? Да понимаете, я прибор сжег, а он ремонтирует. У него золотые руки. Приятно слышать. И вообще нет лучшего человека и командира. Ну? Пойдемте, пойдемте. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Пожалуйста. Товарищ полковник, вас вызывает штаб. Хорошо. Разрешите идти? Идите. Есть. Ну, вот так. Я постараюсь поскорее вернуться. Нам повезло. Ну, конечно. А мы подольше потанцуем с офицерами. Ага. А я вам помогу. Товарищ Кириллов, поручаю вам своих дам. Радуйтесь. Вот так. Моя сестренка. Прошу. Очень приятно. Разрешите? Пожалуйста. Вы мне еще кого-то напоминаете? Ой. Ну, бывает. Я понимаю, я виноват и перед вами, и перед командиром. Ну, что ж, ничего. Я подожду. Ведь, наверное, он скоро явится. Да. Смотрите, командир пришел. Вон он. Увидели? Угу. Идем на сближение. А что это за дама с ним? А это жена нашего командира. Сейчас познакомитесь. И давно не с командиром женаты? Я год здесь, и вроде были женаты. Разрешите? Разрешите. Благодарю вас. Что вы, что вы. Идите, Кирилл, в расстояние. Товарищ литерат, доктор здесь. Я ее предупредил, а тут чужой налетел. Вон, смотрите, 20 градусов правее двери. Вася. Что? Прошу вас, немедленно увезите меня отсюда. Ну, что такое? Что произошло, Аня? Полинка! Слушай, ты как сюда попала, а? А вот так. Откуда? Полинка. Сенечка. Ну, скажи. Стой, а к кому ты приехала? По тебе соскучилась? Да ну. И по своей сестре. А у тебя сестра здесь? Замужем завоела. Прошу прощения. Полина Дмитриевна, вы обещали сегодня спеть? Прошу на сцену, час настал. Пошли. Полинушка, я так соскучился по тебе. Соскучился? Тогда выступим вместе. Как? Как в школе. Свидание помнишь? А, давай. Прошу. Шуточная сценка. Солдатское свидание. В исполнении нашей гости Полины Репях и оператора Семена Лагоды. Иду, спешу к любви своей На свет любимых глаз Не каждый день Встречаюсь с ней А только в месяц раз Мне светит свет любимый глаз Лишь месяц раз, Лишь месяц раз, Лишь месяц только, только раз Лишь месяц раз, Лишь месяц раз, Лишь месяц только, только раз Любимая, и он любимый, Но строга над ним в реках и оператора Семена Лагоды. Мы за любовь, и он любимый, Но строга над ним в реках и оператор Семена Лагоды. И он любитый, но строга над ним Встречаюсь с ним, А только в месяц раз, Над ним над ревнем, что приказ, Лишь месяц раз, Лишь месяц только, только раз. Мы за любовь, и он любитый, Но строга над ним в реках и оператор Семена Лагоды. Мы за любовь, и он любитый, Но строга над ним в реках и оператор Семена Лагоды. Мы за любовь, и он любитый, Но строга над ним в реках и оператор Семена Лагоды. Нам светит свет, любимый глаз, Лишь месяц раз, Лишь месяц только, только раз. Музыка 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 И как раз то время, когда мы с ним расстались. На ком же? На белокурой косе. Помнишь, я тебе говорила о ней? Коварный. У меня с ним назначена дуэль. Дуэль? Я буду запускать управляемые мишени, а он должен их сбивать. Только дудки. Дудки, дудки. Васенька, накажите его. Хорошо. Я завтра утром улетаю. И мы с ним скрестим шпаги на дистанции 900 километров. Ну, держись, Кириллов. Настроить индикатор. Есть настроить индикатор. Проверить прибор дальности. Есть проверить прибор дальности. Настроить следящий привод. Есть настроить следящий привод. Лейтенант Кириллов, вы убиты. Есть. Разрешите? А вас здесь нет. Разрешите мне. Исполняйте свое задание. Оператор, способный заменить вас, есть? Так точно, товарищ генерал, есть. Действуйте. Рядовой Лагде, займите мое место. Слушаем мою команду. Продолжаем выполнение боевой задачи сокращенным расчетом. Поиск. Азимут 148, дальность 290, высота 25. Выхожу в эфир. Есть цель. Взять на РС. Есть РС. Есть РС. Перейти на С. Есть АС. Есть АС. Создать максимум эволюции помех. Уклониться от ракет. Срыв сопровождения по углу. Срыв сопровождения по дальности. Сопровождать ВРС. Выдерживать скорость сопровождения. Активные помехи. Включить аппаратуру отстройки. Аппаратура отстройки включена. Включить аппаратуру отстройки. Чисто работает дьявол. Цель уничтожена. Все. Поздравляю. Командуйте построение. Будем отмечать публично перед строем. Особенно лейтенанта Кириллова. Молодец. Подготовил замену. Выходи на построение. Фу. Здравствуй, Ваня. Филин говорит. Здравствуй. Здорово ты сбил мишень. Поздравляю. Да нет, это не по адресу. Рядовой Лагда, вас. Алло. Алло. Плохо слышу. Алло. Слушаю. Ты не скромничай. Мишени сбил? Ну, сбил. Молодец. Чего ж ты молчишь? А что говорить-то? Скажи, ты женился? Я? Холост. Холост? А у тебя Рядовой Лагда есть? Ну, есть. Он у тебя сукин сын. Он наврал Ганде, что ты женился. А с кем ты танцевал на вечере в хобби? Что? Как? Рядовой Лагда. Почему не на построении? Случился кошмар. Я сказал врачу, что ваша жена, жена командира. Ну, ваша жена. А врач подумал, что я говорю о жене моего командира. А мой командир подумал, что врач жена другого командира. А они... Ну, вот отсюда и говорят, что я нарочно и сукин сын. Понятно. Хотя и невразумительно доложили, но я все понял. У вас есть такой солдат? Степан Лагода. Ой, нет. Семен Лагода. А что? Меня просили передать ему посылку. Положи там, на холодильник. Просили передать и на словах. Ну, говори. Передам и на словах. Работай. Это секрет от девушки. От девушки? Тогда сложнее. А вы дайте ему. Что? Увольнительную. Ну? Я ему сама расскажу. А это еще сложнее. Лейтенант может не отпустить. Кто? Кириллов? Да ведь он его любит. Он его? Что? Так что это за история, в которой замешан Лагода, Кириллов и врач? А вы откуда знаете? Да откуда мне знать, если ты взяла слово у сестры, чтобы она никому ничего не говорила? Ах, она! Да нет, погоди, погоди. Я ведь ничего не знаю. Увольнительная? Хорошо, попробую, только условия. Пусть он сам придет сюда за посылкой. Придумай, что хочешь, только приведи его сюда. Эта глупая машина опять не заводится. Вот тебе ключики и пойди сам поищи свою искру. Спасибо за честное слово. Кажется, проболтался? Мужчина. Ну, ты же дал слово, что никому не слово. Мы виноваты. Виноваты, справлюсь. Пойдем заводить. Поедешь за милой докторшей, я вызову Кириллова, Полина приведет этого коварного Лагоду, и мы их всех усадим за этот стол. И будет мир на земле. Прошу перевести меня в другую воинскую часть. Ну, знаешь, ты просто от Элла. Да морощенный. Из-за какой-то девушки бросать друзей. Солдат. Ты слышишь, он уезжает в другую часть? Да никуда он не уедет. Да не могу я быть здесь, когда она у меня перед глазами. И потом одна глупая история. Этот рыбачок. Какой рыбачок? Ну, теперь он солдат. У меня возникает к нему какое-то недоброе чувство. В общем, это личное дело. Вот это уже хуже. Хуже, конечно, хуже. Я думал, у тебя характер, ракетчик. А тебе только под балконами сиренады петь. Да при чем тут сиренады? А при чем? Чему эти страсти? В город приезжает ансамбль танца. Солистка, ракета. Да. Познакомлю сразу, Аню забудешь. Да ты ж... Лейтенант Кириллов слушает. Так точно? Так? Так? Есть! Тревога? А вы куда? Как куда? Тревога же. Какая тревога? Это мне полковник приказал лично прибыть к нему через полчаса. О, ты с военной точностью. Так точно? Ольна! Ну, пошли. Есть! Ты, я вижу, будешь настоящей подругой военного. Если только он будет меня слушаться. А ты к чему и почему? А к тому, что тебе надо пойти и объясниться с лейтенантом. И все рассказать ему. Ты пойдешь. Чего ты молчишь? Горля пересохла. Наверное, ангина. Два стакана. Пройным сиропом. Простите, один вовсе без сиропа. Не люблю сладостей. Понимаешь, в детстве объелся меду на пасеке. Так до сих пор даже чай без сахара пью. Напрасно, Сенечка. В сахаре есть фосфор. Ну? Он питает мозг. И человек лучше соображает. Понятно? Спасибо. Улыбайтесь. Снимаю. Улыбайтесь. Черти! Куда вас понесло? Так ты пойдешь? Полиношка, ну пойдем к морю, а? Ну, хорошо. Не хочешь к лейтенанту? Не хочешь к лейтенанту? Пойдем ко мне. Познакомишься с сестрой, ее мужем. Он тоже военный. Кто же по званию? Ну, старшина. Старшина, да мне мой вот старшина, где сидит. Полиношка, пойдем к морю, а? Нет, пойдем ко мне. Пойдем ко мне. Идешь. Нет. Хорошо, ни по-твоему, ни по-моему. Пошли в кино. Не хочу, там темно. Послушай, Полина. Полиношка, мне нужно с тобой поговорить. Ничего не хочу слушать. Все равно пойдешь. Ай! Сенечка, спасибо. Ты спас мой костюм. Ты закрыл меня грудью. Ты герой. Полинка, какой герой? Я для тебя, я патруль пропала увольнительная. В таком виде. Сенечка, это судьба. Пошли к нам сушиться. Пошли. Бабушка, знакомься. Это Семен Лагода, земляк с нашей улицы. Голубчик мой, где это угораздило? Он меня спасал. Тонула. Мы пили газированную воду. Взорвался баллон. Он защитил меня грудью. Молодец. Мужчина, мужчина. Бабушка. Герой. Бабушка, родненькая, плечо утюги газ. А ты снимай все мокрое, будешь сушиться. Получай тапочки. Заходи. Будь как дома. Ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Счастью! 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 Музыка Трэн 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 Добрый вечер. Тш-ш-ш. Скажите, пожалуйста, как пройти на улице? Налево по коридору. Спасибо. Понятно. Что? Что-что? Понятно, мадам! Понятно! Да ты что, Вадик! Понятно, мадам! Вадик! Вадик! Товарищ солдат, стойте! Стойте! Что? Запивала лагода? Прекрасно! Превосходно! Отставить, шестнайте всем в виде непосредственно в часть. Утром явитесь ко мне, стоп, за взысканием. В пути поразмыслите о чести армии, которую вы потираете тапочками. Вперед! Абоника! Фирма! Товарищ майор, во время моего дежурства происшествия не случилось. Дежурный по части лейтенант Самсонов. Никаких. Никаких. Из увольнения все явились? Так точно. Только что вернулся последний. Полагаю, что не последний. Полагаю, получите взыскание. Садитесь. Есть. Вперед. Товарищ майор, во время моего дежурства в роте происшествия не случилось. Дежурный по роте сержант Гордевский. Никаких. Так точно, товарищ майор. Отсутствующих нет? Никак нет, товарищ майор. Боюсь, получите взыскание. Следуйте за мной. Проводите меня койки рядового Лагода. Есть. Рядовой Лагода. Что? Рядовой Лагода. Так точно. Мы с вами встречались сегодня? В столовой, в классе, на огневой. А сейчас вы мне снились, товарищ майор. Тихо. Ложитесь. Там окно, товарищ майор. Выход здесь? Да. Взысканий не будет. Ложитесь. Ложитесь. И никаких разговоров полковник приказал. Понятно. Утром Лагду отправьте в санчасть, Смерить температуру. Не простудился ли, а? Вcieка из ящики необычной печи. Готовность номер один. Система к включению готова. Включить систему. Есть. Система к боевой работе готова. Всем даю информацию в воздушной обстановке. По данным разведки, в воздухе цель 91-44, квадрат 287, высота 30. Нарушитель государственной границы. Должите готовность. Маяк к бою готов. Березок к бою готов. Алмаз к бою готов. Цвета к бою готов. Ветер к бою готов. Маяк. Цель 91-44, квадрат 396, высота 32. Уничтожить. Приготовить ракеты к пуску. Поиск. Азиму 230, дальность 300, высота 30. Поиск произведен, цель не наблюдаю. Цель постановщика активных помех. Скомпенсировать помехи. Есть компенсировать. Цель вижу. Азиму 230, дальность 250. Взять на РС. Есть РС. Есть РС. Перейти на С. Есть РС. Маяк сопровождает цель 91-44, квадрат 69-63, высота 30. Цель в боевой зоне. Приготовиться к уничтожению цели одной. Первый пуск. Есть. Похоже, мы теорит. А может, молния такая? Очень странная. Отбой. Товарищи, благодарю за службу. Служу Советскому Союзу. Служу Советскому Союзу. Можете идти отдыхать. Товарищ лейтенант. Я вам давно хотел сказать, признаться хотел. Помните, тогда на озере... Дорогой Семен Иванович, зачем нам вспоминать земные озера, когда мы в ответе за целый океан? Воздушный, верно? Так точно. Да, и усы вы сбрейте. Тогда на озере вы без усов были гораздо моложе. И давно вы это за собой замечали? Как вам сказать, пожалуй, первый раз. И как же вы его видели? Видел его так близко, как вижу сейчас вас. И тапочки белые. И мундир? В мундире. И голос слышали? Слышал. Галлюцинация зрительная и слуховая. Ничего, это бывает от переутомления. Нервы. Возможно. Война, служба. Разрешите? Пожалуйста. Вытяните руки. Вот, нет, вот так. Пожалуйста. Глаза закройте. Рядовой лагерь прибыл. Смерить температуру. Эй, рыбачок, лодку давай. Лилии до зарезу нужны. Мой лейтенант женится. Мой лейтенант женится. Мой лейтенант женится. Счастья вам!